МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О-хо! Здорово, ребята! Сегодня у нас не часовой лайв, как в последнее время я привык их делать. Нравятся мне лайвы, но что я могу с этим поделать? Кайфую я от того, когда общаюсь с вами в формате реального времени. Вы задаете вопросы, я обсуждаю какие-то темы. Но сегодня мы вот в формате таком, да, я снимаю, монтирую, выкладываю видео. Ребята говорят, ну, пожалуйста, хоть время от времени, пожалуйста, выкладывайте видео не длиной в час. Поэтому сегодня как получится, так и смонтируем такая длина, в общем, получится видео. Сегодня тема, о которой я хочу поговорить, это график моих тренировок. Знаете, в чем большая проблема? Большая проблема заключается в том, что я ни хрена не успеваю, блин, заниматься. И это по полному, полному принципу сапожник без сапог. Я вам отвечаю, каждый раз я заезжаю. В первом моем видео была история, когда я нажимаю на эту штуку, она бьет меня током. Я теперь умнее, и этот паркомат я нажимаю постоянно пультиком, потому что он реально меня коротит каждый раз. А еще знаете, какая интересная штука? Ребята, интересная штука заключается в том, что я попробую, техническая интересная штука, я попробую, вот сейчас микрофон этот повесить на себе, посмотрим, как будет вообще звук сниматься, потому что я по большей части хотел бы снимать влоги, но потому что я постоянно очень эмоционально рассказываю что-то вам, у меня получается такая штука, на меня смотрят все вокруг, все вообще, кто люди ходят, но больше я с изофреник разговариваю с камерой. Но, если я надену вот этот микрофон, петличку, и он будет висеть у меня прямо здесь, возле рта, то, в принципе, я думаю, что и звук будет нормальный, и мне не нужно будет кричать, вопить на весь паркинг, или на все место, где я снимаю. Сейчас, как всегда, я не помню, закрыл я или нет. В общем, ребят, смотрите, какая штука, я не успеваю тренироваться, то есть из-за абсолютно сумасшедшего плотного графика занятий, то есть каждый день я провожу там 6, 7, 8 тренировок, потом еще супруга беременная, хочется какое-то время провести с ребенком, и я стараюсь ее забирать постоянно с работой, то есть чтобы она не ездила, она на работу ездит сама, а обратно я ее стараюсь всегда забирать, все-таки уже 7 плюс. И поэтому получается такая беда, я физически не успеваю заниматься, поэтому я решил назвать это видео, как там я его, в общем, назову, что это будет связано с тренировками, и будем менять, будем менять его в следующем направлении. В направлении того, что я хочу увеличить количество тренировок в день, точнее, не в день, а в неделю, хочу увеличить количество тренировок в неделю с 2-3, как я раньше всегда делал, и я вам говорю, что лучше реально делать всегда 2-3 тренировки, это максимизирует выброс тестостерона, и это максимизирует отдачу, и будет время для восстановления больше. Я попробую сейчас сделать сплит, который больше похож на профессиональный сплит атлетов, которые используют допинг, то есть вся задача сведется к тому, что я уменьшу количество, точнее, уменьшу время тренировок, и повышу их интенсивность, и повышу их количество, то есть вместо 2-3 в неделю я буду делать 5-6 в неделю, вместо того, чтобы заниматься 45-час, которых у меня просто физически нет, я буду стараться заниматься минут 20, наверное, и за эти 20 минут будем пытаться проработать максимально ту или иную мышечную группу, то есть это получится такой профессиональный атлетический сплит, где отдельно будет время для трицепса, отдельно будет время для плечей, отдельно время для бицепса, отдельно грудь, отдельно ноги, скорее всего, наверное, будут пучки ног разные, то есть не пучки, а группы разные, мышечные, задействованные в разные дни. KFC – мое любимое место. Так, заходим в зал. Очень модный-модный зал. Атмосфера такая, лайтовенькая. Относительно того места, где я провожу занятия, это такой зал для девочек, можно сказать. Здесь приходит больше пофотографироваться, да, познакомиться. Я вообще не понял, нахрена я заперся в раздевалку, я же не переодеваюсь. Пошли тренироваться. Секции, группы. Да хрена народу, на самом деле. Что-то как-то вроде как и середина дня, а все занято. Ну, молодцы, все стараются. Поехали разминаться. Нужно немножко сделать кардио. Ай, отстань. Пока я с вами разговариваю, буду разминаться на углу 5 градусов. Давай, поднимайся угол. 5 градусов. И скорость будет сейчас 5,5 километров. Точнее, 5 где-то так, чтобы я мог еще вещать о чем-то. Понимаете, какая штука? Разминка. Очень важна даже не для общей профилактики травматизма, а настроиться на тренировку. То есть прийти на дорожки, походить, подумать о том, как ты сейчас должен выложиться. Это всегда очень важная составляющая для меня. Она такая больше даже психологическая составляющая. И вы знаете, мне, кстати, нравится с этим микрофоном. Я надеюсь, что по итогу звук будет более чем адекватный. Надеюсь, что он будет более чем адекватный для того, чтобы видео это воспринималось. Вы же знаете, что формат, сейчас даже не формат, а информация воспринимается больше на слух. То есть картинка визуальная не так важна, как важна составляющая звуковая. И если у тебя будет херовая картинка, но отличный звук, это намного более выигрышно, чем если будет личная картинка и говнозвук. Так вот, для меня составляющая кардио очень важная. Даже хотя бы минут 10 походить по дорожке, послушать музыку. Но сегодня слушать ни хрена не буду, потому что у меня этот проводочек вставлен. И наушники, к сожалению, не со мной. Нет, со мной наушники. Даже две пары, и AirPods, и Beats. Но я буду разговаривать с вами, и когда я буду делать упражнения, я буду записывать их. И, к сожалению, музыку не получится слушать. Ну вот. А так вообще я очень люблю. Ты встал, минут 10-15 идешь, слушаешь что-то, и потом обязательно, 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 блин, насколько важна составляющая звуковая, ну, музыкальная сопровождающая. Так, сейчас легкая разминка маленьким весом. То есть мы стараемся пройтись по всем, естественно, основным мышцам, которые сейчас будут работать. И дополнительные мышцы, которые сейчас будут работать, это обязательно плечи, обязательно все дельтовидные мышцы. То есть передняя, медиальная, задняя. Манжету плеча нужно сейчас хорошенечко размять, потому что в тренировке груди запросто можно растянуться, и потом минимум недели 2-3 будет болеть, будет некомфортно. Так, разминка закончилась. Закончилась, сейчас начинаем работать. Я думаю, работать будем, я не знаю, посмотрим, килограмм 40. Хорошо, глубоко, поработаем. Потом, наверное, 44, 44, посмотрим, короче, сейчас как пойдет. Поехали работать с тяжелым, с тяжелым весом, но самое важное, это глубоко, глубоко и качественно, глубоко и качественно, и с любовью. Опа, столики. Так, пока я отдыхаю от первого повтора. Смотрите, короче, ребят, какая штука. Я по все время рассказываю про, блин, то, что я меняю, меняю, стараюсь что-то изменить в своем графике, но никак не могу толком изложить. Значит, мы меняем с 2-3 тяжелых, тяжелых тренировок в неделю на 5-6 коротких, суперинтенсивных и направленных на отдельные группы мышц. То есть, если раньше у меня был день ног, который включает в себя все группы мышц, то есть, это и парень на поверхности, и задней поверхности, и ягодицы, это тяжелые приседания, и жимы платформы, и выпады, и все это дело уходит где-то 45-час, час-10, где-то так. День груди включал в себя грудь, включал в себя, что он там еще включал, плечи, бицепсы, трицепсы, и прессы, и, короче, кучу, массу всяких разных мелких групп мышц, и это тоже занимает время. Естественно, день спины, это и становая тяга, и как что-то поширочайшее, и какие-то вопросы обязательно должны быть с трапециями, то есть, очень обширно большие такие супер напряженные тренировки, которые прям после которых я вообще в принципе еле соображаю что-то. И сейчас, опять же, я вам не советую, я советую оставлять у людей, у которых их профессиональная активность не связана с физической деятельностью, как у меня, то есть, я провожу, я же говорю, 6-8 тренировок в день, каждый день, и съемка еще, и канал, и, в общем, короче, времени просто физически не хватает на все, но хочется тренироваться, поэтому я разделяю. Вот сегодня у меня чисто день груди, вообще ничего другого, хотя очень хочется еще что-то сделать, ничего другого больше, кроме груди, я не буду делать. Иначе сегодня мы сделаем следующую историю. Конечно, подсобно еще будет тренироваться там плечи и трицепс, но именно отдельно они будут другой день идти. Сегодня жим гантелей тяжелый, где-то 3 рабочих подхода по 5 повторений. Тяжелый, тяжелый стараемся. Затем сейчас подвешу себе еще пояс с пояс, с дополнительным весом поработаем глубокие отжимания на брусьях. Потом будет по-любому история со Смитом. Смит постараемся сделать в углу 45, чтобы включить и переднюю дельту немножко, и по верхней части груди поработать. Прям так хорошо. И когда обязательно, ребята, если вы работаете в Смите, неважно в каком положительном углу, всегда старайтесь его прям раскрываться грудью, ему навстречу идти. Смит очень классное упражнение и очень классная машина, особенно для меня, когда я занимаюсь сам. Если ты его роняешь, то ты его всегда можешь закрыть на эти крюки, и он тебе нахрен не раздавит. Так вот, это три упражнения, которые по-любому я сейчас включу. По-любому, наверное, я еще попробую сейчас вставить что-нибудь из истории планки и разных переходов в стойки и в статике. И вот это вот будет мои 20-25 минут, за которые я должен полностью уничтожить грудь в хлам. И завтра нужно прийти и отработать с трицепсом. Примерно такая. А послезавтра прийти и отработать с плечами. А послезавтра прийти и сделать, например, там бицепс отдельно. Так, первый рабочий пошел. Первый рабочий был 42. 42. 42 хорошо. Посмотрим, что там дальше у нас будет с весами. Потому что я, ребята, неделю, блин, не занимался. Неделю, да больше. 8 дней. 8 странных дней я не был в зале. Точнее, я в зале каждый день, но я сам не поднимал ни хрена. 8 дней. Ну куда это, блин, годится? Понимаете, почему я меняю систему свою тренировок? Я хочу их делать короче и вклинивать их каждый день, когда могу. Обязательно должна быть история, где я буду отдыхать. То есть, опять же, задача основная сделать 5-6 тренировок в неделю. Ну, может быть, 3 подряд день отдыха, 3 подряд день отдыха. Где-то так. Я еще не знаю, как это все получится. Не знаю, как я это все буду реализовать, но... О, группа как фигачит, хорошо. Не знаю, как я это буду все реализовать, но такая вот у меня идея. И, видите, сегодня мы работаем в формате влога. Вы напишите мне, пожалуйста, есть ли прикольная тема и следует сохранить эту историю с влогами. И везде, где я шастаю по городу, буду стараться брать вас с собой и что-то рассказывать. И спортивное, не только спортивное. Поэтому пишите, если вам нравится. И, ребят, как всегда, поддержите видео пальцами вверх. И если вы не подписались, здесь нажимайте кнопку подписаться. И звоночек, 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 чтобы всегда выскакивали notification'ы о активности на канале. А я поехал работать следующим подходом 44. Так, 4. Опа, группа закончила заниматься. Ребят, только что прослушал немножко видео, которое я только что для вас писал. Кошмар. Микрофон запирает, потому что слишком близко к рту. Посмотрим, если я сейчас его вот сюда перевешу, будет ли разница, будет ли лучше. Извините за то, что говно качественный звук получился до этого. Или не специально. Просто очень хочется не орать на весь зал, когда пишу для вас видео. Следующий у нас подход 46. Кстати, 44 пошли. Краем я тебя в кадр засыплю, да? Все. Ребят, друзей встречаю на регулярных основаниях, именно в этом зале. Стараюсь не отвлекаться, стараюсь держать высокую интенсивность, но все равно, блин, не получается. Так, где мои 46? Знаете, чем полезно записывать видео и смотреть, как у тебя выходит глубина, траектория движения, твоего веса, который ты опускаешь там на грудь, например, если мы говорим, да? То нужно же правильно опустить на грудь, чтобы больше грудных мышц включилось, а не с переходом на плечи. Ну, в общем, вся эта история лифтерская. Хорошо, что на видео я вижу, когда начинают страдать амплитуды движения. Сейчас 46 уже такая себе амплитудка. Но это не означает, что нужно останавливаться на достигнутом. Сейчас попробуем что-то изобразить, пожать, посмотрим, что получится. 50. 50, даже если не получается выжать полностью красиво и в чем, чтобы ровненько было, главное, это тренировочный стресс. Тот самый стресс, который приводит к выбросу анаболических гормонов. Это самое важное. Поэтому даже если вы не можете пожать самостоятельно какие-то большие веса, берите партнера и говорите ему, «Вася, помогай мне держать вес» или в статике, или в полуамплитуде, или отрицательное повторение, неважно. Должен быть большой вес всегда. 50. 50. Я ожидал, что будет хуже. Ну, такое. Амплитудка, конечно, не в самый низ, но тоже неплохо. Как говорится, «all take it». Перешли на брусья с дополнительным весом на поясе. Вперед. Итак, у нас брусья будут в трех повторениях по 8 раз. Первый раз я сделал плюс 25 килограмм. Посмотрим, как пойдет второй и третий. Нужно стараться вытянуть все с одинаковым весом. Не сбавлять. Итого, жим получился... Сколько повторений у нас? 40, 42, 44, 46, 50, 5 повторений. Три повторений в брусьях. И после этого переходим на Смита. Новые друзья из Аргентины. Доктор-кардиолог. Что это такое? Пошли. Это хреново, тяжелое. Хочется сделать последний подход и уже закончить. Не вытягиваю. Последний не вытянул. Сделал 4 подряд. Потом сделал 1 или 2. И потом просто отрицательные. Отрицательные повторения. И ради всего святого, ребят. Вот видите, о чем я говорю? Что если мышцы отключаются, и у вас есть партнер, делайте отрицательные повторения. То есть упускаем, он помогает положительную фазу пройти вместе, а вы контролируемо вниз опускаетесь самостоятельно и стараетесь определяться изо всех сил. Если партнера нет, то когда на ситуации я выпрыгивал наверх ногами, потом стараюсь вниз опускаться как можно медленнее, ну просто ему уже в говно трицепс. Вот это, вот это по-настоящему в говно. Сейчас отдышусь, расскажу, что это было вообще. Итак, жимы, брусья, затем в конце работа со Смитом. Смит у нас был 3 подхода по 8-5. Там просто месиво уже было суммарное. Какое-то что-то поплыло. Я уже точно не помню, сколько там было повторений, надо смотреть видео. Но в таком достаточно большом углу это были плечи вверх груди в хлам. Потом я опустил угол, включил немножко больше. Больше на грудь и меньше на плечи. И потом постарался сделать практически горизонт, когда чистая грудь, но это в полный хлам. И потом, вы видели, это Смит у нас был вообще без отдыха. То есть было 45, было градусов 30, потом градусов 10. Потом я после него сразу встаю, и у нас планка со статикой. Я стою, стараюсь каждые 10 секунд отжиматься. То есть стоишь на ровненьких в планочке, и обязательно попа должна быть немножко приподнята. Если попа приподнята, значит больше работает пресс. Это очень важно. Не стойте в планке идеально ровно. Тогда спина провисает, и весь вес начинает переходить на поясницу и на поясничный отдел позвоночника. Это не очень прикольно, это даже плохо, я бы сказал. А когда вы даете небольшой угол в попе наверх, то вся масса тела держится на прессе. Ну и, соответственно, конечно, упор идет в носки и в кисти. Получается одно отжимание каждые 10 секунд. Потом, когда уже в говно не могу подниматься, делаю себе отдых, отжимания с колен и статика 5 секунд. То есть статика 5 секунд, отжимания с колен. Статика 5 секунд, отжимания с колен. Затем снова в стандартную планку еще несколько отжиманий. И дальше уже просто отрицательные какие-то вот такие дергания эпилептические, когда уже вообще просто сил никаких нет, ни на что не хватает. Это хлам. И завтра, вы знаете, я, наверное, погорячился с 5 тренировок подряд. Завтра точно мы попробуем сделать отдельно плечи. И послезавтра мы попробуем отдельно сделать трицепс. Это будет, наверное, такой тотальный, тотальная проработка верха. Посмотрим, как получится. Если у меня получится монтировать эти видео достаточно быстро и выкладывать их, я буду с вами делиться вот таким вот сумасшедшим сплитом достаточно быстрым. Посмотрим, как получится. Потому что сейчас я уже с собой взял ноутик и, господи, извините, по микрофону бью. Взял ноутик с собой, сейчас буду монтировать и постараюсь выложить как можно быстрее. Вот. На этом, ребят, я поделился с вами своей тренировкой, своими планами тренировочными. Посмотрим, что у нас получится дальше и как это вообще все будет развиваться. Если вам понравилось, обязательно ставьте палец наверх, подписывайтесь здесь на канал и, конечно, все вопросы, комментарии пишите вниз. До следующего выпуска. Пока!